Жительница Сарова стала жертвой телефонных мошенников. Сотруднице ядерного центра поступил звонок от якобы работника банка, который сообщил о подозрительных операциях с банковским счетом. Женщина знала о распространенных видах мошенничества, но поверила незнакомцам на том конце телефонного провода и перевела средства на неизвестный счет. Предложили ей перевести все денежные средства на сберегательный резервный счет. Не усомнившись в том, что это могут быть мошенники, гражданка перевела денежные средства в размере 312 тысяч рублей. По данным факту возбуждено уголовное дело по статье 158-й кража. За минувшую неделю произошло три ДТП. В одном из них при развороте на перекрестке улиц Димитрова и Музрукова водитель автомобиля Датсун не уступил дорогу автомобилю Мазда. В результате ДТП водитель автомобиля Мазда ЦХ5, женщина 69-го года рождения, получил телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей головы. Растяжение связок шейного отдела позвоночника, ушибы и ссадь на предплечье. От госпитализации она отказалась, была отпущена соответственно домой. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Чапаева водитель 38-го года рождения не уступил дорогу мотоциклисту, в результате чего произошло столкновение. Примечательно, что мотоциклист был бесправ. Решили они обратиться в страховую компанию самостоятельно. Изначально телесных повреждений ни у кого не было. Но потом водитель мотоцикла все-таки решил проверить свое здоровье. Обратился в приемное отделение КБ-50, где ему был поставлен диагноз ушиб мягких тканей, локтевых суставов и мошонки. После осмотра врачом был отпущен домой. Также за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД составили протоколы на 8 человек, управляющих транспортными средствами в нетрезвом виде. Еще один водитель был задержан предположительно в состоянии наркотического опьянения. Екатерина Шмакова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.